Доброго времени суток! Добрый день, дорогие участники нашего сегодняшнего мероприятия! В первую очередь, хочется поблагодарить вас за внимание, которое вы уделили, знакомство с Институтом Учислительной Тематики и Информационных Технологий Казанского Федерального Университета. Что есть такое ИВМИД? Это наше сокращенное название. ИВМИД – это, в первую очередь, структурное подразделение, в котором работают почти полторы тысячи преподавателей, обучается более двух тысяч студентов. И это институт, который готовит специалистов в области информационных технологий, прикладной, вычислительной математики. То, что сейчас востребовано на рынке труда, то, о чем много говорят, это и специалисты, которые разрабатывают технологии для цифровой экономики. Это ведущие разработчики, которые применяют свои таланты в цифровой трансформации нашего общества и глобальной экономики. Ну и, безусловно, все те знания, которые студенты получают в стенах Казанского университета, в Институте Вычислительной Математики и Информационных Технологий, востребованной на рынке труда. Наши студенты активно проявляют себя в учебной деятельности, во внеучебной деятельности. Но вот на первом аспекте давайте чуть поподробнее остановимся. В Институте реализуется семь образовательных программ по магистратуре, по семи направлениям. Я, давайте, озвучу их. Это прикладная математика, прикладная математика и информатика, фундаментальная информатика и информационные технологии, информационные системы и технологии, прикладная информатика, информационная безопасность и бизнес-информатика. Ну вот во всех этих названиях, по сути, используются примерно одни и те же сочетания. Это информационная технология, это прикладная математика, либо ее аспекты, это информатика во всех ее проявлениях. Ну, собственно, из этих сочетаний и складывается специфика, особенность и учебного процесса, ну и те дисциплины, и те компетенции, которыми овладевают наши студенты. Безусловно, мы готовим в первую очередь специалистов, которые вовлечены в процесс разработки, проектирования, синтеза новых цифровых технологий. Понятно, что эти же специалисты являются уверенными пользователями существующих информационных систем и информационных технологий, но в первую очередь мы готовим их к деятельности, направленной на созидание новых решений, которые базируются на применении математических методов, математических моделей, в целом знаний в области математики. Это такой стык между прикладными аспектами математики и компьютерными науками. То, что в мире носит название компьютер-сайенс, так вот компьютерные науки – это и есть основной предмет изучения студентами нашего института. У каждой программы есть свое лицо, каждая программа имеет свою специфическую особенность, но в принципе существенное отличие между программами связано в предмете и объекте, на которые направлены соответствующие образовательные программы. В каких-то случаях это математические модели, в каких-то случаях это технологии, в каких-то это информационные системы и средства разработки и так далее. Соответственно, те компетенции, которые приобретают студенты, в первую очередь ориентированы на владение математическим аппаратом по созданию, по разработке современных технологий, по разработке информационных систем с использованием существующих или разрабатываемых технологий, ну и собственно сопровождение, внедрение этих информационных систем в практику предприятий. Отличительная особенность нашего института заключается в том, что процесс обучения строится иерархически от фундаментальных основ к прикладным. То есть, по сути, от фундаментальной математической подготовки к последующему применению полученных знаний при решении конкретных практических задач. И в этом смысле мы хотели бы отметить, что этот процесс носит именно практикоориентированный характер, поскольку через вот эти кейсы, через вот эти специфические для предметных областей задач и обеспечивается подготовка специалиста с тем, чтобы в последующем, после выхода на работу, после того, как студент трудоустраивается в бизнес, в сектор государственного муниципального управления, в любой сектор экономики, мог очень быстро применить полученные знания для решения конкретных практических задач. Спасибо за такое развернутое вступительное слово. У нас уже есть вопросы, озвучу. Добрый день. Чем институт отличается от высшей школы информационных технологий? Ну, на самом деле, вопрос, который очень часто, я думаю, задают, потому что высшая школа ИТИС очень созвучна с вами даже в названии. Ну, вопрос традиционный, ответ я постараюсь не повторять. В ответе мне бы, в первую очередь, хотелось бы остановиться не на в чем отличие, а в чем лицо и в чем отличительная особенность непосредственно института вычислительной математики. Ну, в своей вступительной части я уже обратил внимание, что мы обучаем студентов именно по иерархии от базовых знаний к приложениям. И считаем, что это сильная сторона, именно эта концепция, этот подход используется ведущими сильнейшими университетами мира при подготовке ИТИ-специалистов. Другая отличительная черта – это вариативность. Институт вычислительной математики и информационных технологий. Во-первых, старейшая структура на татарстанской земле обладает уже более чем 40-летней историей, традициями. Ну и наша основная ценность, первая – это профессорско-преподавательский состав. Как я уже упомянул, в институте работает порядка 130 штатных сотрудников, более 30 докторов наук, более 70 кандидатов наук. И, кроме того, это представители промышленности, наши партнеры, которые участвуют в учебном процессе. Безусловно, штатный состав – это основная ценность любого высшего учебного заведения. Ну, поскольку это, а, независимость, б, это свои собственные научные школы. И школа – это то, чем мы гордимся, и то, что, собственно, является привлекательным моментом, поскольку 40-летняя история показывает, что выпускник в свое время факультета ВМК, в настоящее время Института вычислительной математики и информационных технологий, является привлекательным субъектом на рынке труда. Он не испытывает сложности при трудоустройстве, и работодатели гарантированно ожидают качества подготовки. Другая отличительная особенность, как я уже отметил, – это вариативность. То есть, семь направлений подготовки, которые, по сути, закрывают все секторы подготовки кадров для современной экономики. Начиная от направления более фундаментальных – это укрупненная группа специальностей математика и механика, 0.1. Это направление в области фундаментальной информатики и компьютерных наук, вторая группа. Ну и сильная сторона – это девятая укрупненная группа специальностей, прикладная информатика и информационные системы и технологии, группа, которая, ну, собственно, формирует специалистов, массово потребляемых на рынке труда. Другой момент – это сильная школа, которая позволяет студентам не только обучаться в бакалавриате института, но также имеется возможность поступления, последующего поступления в магистратуру. Напомню, что Институт вычислительной математики и информационных технологий также реализует программы по семи направлениям. Кроме этого, у нас есть программы на иностранном языке, которые мы реализуем совместно с нашими партнерами. Это Чешский технический университет в Праге, направление прикладная математика и информатика, программа Open Informatics. И программа Data Science, очень востребованная на мировом рынке труда, которая реализуется совместно с нашими китайскими партнерами из университета Шиньчжень. Ну и, собственно, после магистратуры есть и возможность поступать в аспирантуру. Это третья образовательная ступень. И самое главное, что при обучении по всем этим трем ступеням студент выстраивает свои отношения с ведущим профессором, с научным руководителем. И, по сути дела, весь этот тернистый путь обучения позволяет перенимать лучшие практики, лучший опыт от ведущих специалистов, от профессоров и доцентов, кандидатов наук, которые работают в Институте учрительной математики и информационных технологий. Спасибо большое за такой развернутый ответ. У нас есть вопрос от иностранных студентов. Как может поступить иностранный абитуриент через квоту? Есть ли вообще она предусмотрена ли в этом году? Я так понимаю, что вопрос от абитуриента, который пытается рассматривать вариант поступления в бакалавриат. Здесь необходимо отметить, что Институт обеспечивает подготовку иностранных студентов. В настоящее время у нас обучается более 140 студентов из более чем 30 стран мира. То, что касается поступления. Иностранные студенты, как правило, поступают по двум возможным путям. Первое – это через вступительные испытания, которые проходят в стенах Казанского федерального университета. И второй вариант – это по государственной линии. Это в соответствии с межправительственными соглашениями страны студента и Российской Федерации. При поступлении по гослинии студенту действительно выделяются бюджетные места и поступление осуществляется на них. При поступлении через вступительные испытания здесь ситуация несколько запутанней, несколько сложнее. Потому что с некоторыми странами, в первую очередь, ближнего зарубежья, у России действительно есть соглашение. И для соотечественников, то есть абитуриентов, которые имеют статус соотечественника, выделяются бюджетные места. И он может претендовать на бюджетные места в общем конкурсе. Для тех категорий абитуриентов, которые не обладают таким правом, поступление возможно на контрактной договорной основе. Хорошо, спасибо. И есть у нас еще такой вот вопрос. В своем вступительном слове вы, в принципе, уже сказали, что так или иначе все связано с математикой и информатикой. А чем конкретно занимаются студенты, которые учатся на прикладной математике и информатике? То есть как проходят их практические части? Направление «Прикладная математика и информатика» действительно очень востребовано. И это подтверждается контрольными цифрами приема, бюджетными местами, которые государство выделяет для обучения. Напомню, что в этом году по данному направлению мы планируем осуществить набор на 56 бюджетных мест. И это одно из привлекательных направлений по следующим причинам. Да, действительно, это первая укрупненная группа математика и механика. В рамках этого направления обеспечивается подготовка специалистов, которые используют, ну, во-первых, обучаются основам, фундаментальным знаниям в области математики и используют эти знания для разработки новых технологий, для применения этих технологий в решении практикоориентированных задач. По сути дела, это стык между, в первую очередь, математической подготовкой и приложением этих знаний к численному решению, к моделированию, к построению моделей и методов, которые позволяют в полной мере обеспечить, ну, собственно, потребности решения задач в рамках цифровой экономики. Тогда задам логичный, уточняющий вопрос. А что надо сдавать, чтобы туда поступить? Какие экзамены? Поступление по этому направлению предусматривает наличие результатов единого государственного экзамена по трем дисциплинам. Математика и русский язык являются базовыми. И вот третьим профильным экзаменом является физика. Следующий вопрос. Если мы сейчас говорим о контракте, сколько стоит обучение на программиста в этом году, опираясь на опыт прошлого года? Итоговые суммы, которые будут распространяться на контрактное обучение в этом году, они пока не утверждены, поэтому я не смогу озвучить точные суммы. Но с ними вы можете познакомиться на нашем сайте ITKPFORU в разделе «Абитуриентам». Там актуализируется и представлена последняя информация по условиям контрактного обучения. В прошлом году эта сумма составляла чуть меньше 150 тысяч рублей в год. Я думаю, что в этом году пропорция или примерная величина не изменится. Но это означает, что это доступная сумма с точки зрения получения качественного образования в одном из ведущих университетов мира. Кроме того, следует отметить, что традиционно выпускники Института вычислительной математики и информационных технологий, как уже было отмечено, не имеют сложностей с трудоустройством. И это не просто возможность найти место работы, а возможность трудоустроиться на престижную, высокооплачиваемую работу. И рейтинг такого агентства, как Superjob.ru, которое ежегодно проводит оценку выпускников по России, ставит Казанский федеральный университет в номинации «Выпускник IT-направления» в пятерку ведущих университетов России по легкости трудоустройства выпускника и уровню средней заработной платы. По оценке прошлого года, выпускник Казанского университета, Институт вычислительной математики и информационных технологий при трудоустройстве сразу попадает на позиции, начиная от 70 тысяч и выше. Ну, по сути, это означает, что за 2-3 месяца обучение после окончания университета студент вполне окупает год обучения в бакалавриате. Сейчас я понял, что где-то свернул не туда. У нас есть еще такой вопрос. А какие языки программирования используются при обучении? То есть, видимо, имеется в виду, каким языкам программирования научат абитуриентов в институте? Ну, вообще, это философский вопрос. Какой язык программирования учить? Вообще, здесь я хотел бы сказать, что важно зачастую не знать сам язык, потому что в нашем мире все настолько интенсивно и быстро меняется, сколько иметь знания в области алгоритмов, структур данных, технологий программирования. И оттачивать эти знания с использованием того языка программирования, которые использует работодатель. Но между тем, конечно, обучение реализуется с использованием современных языков программирования. Если мы говорим про языки высокого уровня, то это C-подобные языки, C++, C Sharp. Объектно ориентированного программирования это и Java, и Python, Python. Если мы говорим про веб-разработку, то здесь тоже весь стэк современных технологий используется. Поэтому можно абсолютно четко говорить, что все современные востребованные языки программирования используются в учебных планах нашего института. Кроме того, хотел бы отметить, что кроме распространенных среди непрофессиональных пользователей языков в институте, также мы используем и специализированные языки, которые ориентированы на работу с высокопроизводительными вычислительными системами, с графическими сопроцессорами. Это и CUDA, и специализированные языки для HPC, High Performance Computing. То есть то, что позволяет студенту быть не просто регулярным среднестатистическим разработчиком, а быть действительно профессионалом, который еще в процессе обучения осваивает востребованные на рынке труда технологии, в том числе средства и инструменты разработки программных средств. У нас есть еще вопрос, который в принципе становится классическим. А можно ли поступить в данном случае на ВМК, сдавая только вступительные испытания? То есть не обладая результатами ЕГЭ, если я правильно понимаю вопрос. Такая возможность существует, но она открыта только для, а, иностранных студентов, и, б, для выпускников средних профессиональных учебных заведений. То есть тех выпускников колледжей, лицеев, которые получают первичное базовое профессиональное образование, ну вот в частности в области прикладной математики и информационных технологий. У нас есть вопрос, который мне тоже кажется очень территорическим, однако я все-таки его озвучу. Ребенок хочет дождаться результата в ЕГЭ, потом определиться с направлением. Как правильно выбрать направление? То есть та ситуация, когда, видимо, с институтом определились, а с конкретным направлением нет. Вот на что смотреть, может быть, как думать? Ну, здесь традиционный совет – доверяйте сердцу. То есть в любом случае вы должны чувствовать предрасположенность, желание, стремление стать специалистом, профессионалом в каком-то конкретном направлении. Но здесь важно понимать, что вообще студент – это та личность, которая имеет право на ошибку. И поступив на одно направление и после первого семестра, осознав, что, скорее всего, это не мое, скорее всего, надо было свой процесс обучения связать с другим направлением, есть шанс изменить, перевестись на другое направление, на другой профиль, ну и, собственно, найти именно свою личную персональную траекторию. Если же говорить все-таки, как подойти к выбору направления подготовки, ну, можно подойти рационально. Как я уже сказал, у нас реализуется подготовка по семи направлениям, и на всех семи направлениях два экзамена ЕГЭ являются одинаковыми – это математика и русский язык, а вот дальше есть отличия. Давайте начнем с самого простого – бизнес-информатика. Это направление 38-й укрупненной группы, группы экономических наук. И, собственно, специфика, почему именно программа экономического профиля реализуется в стенах Института учредительной математики и информационных технологий, что здесь делается упор подготовки IT-специалистов в области экономики, бизнеса, менеджмента, аналитики и так далее. То есть с конкретной предвязкой к предметной области. Так вот, третьим экзаменом по этому направлению является общество знания. По направлениям прикладная математика, прикладная математика и информатика и информационная безопасность. Третий экзамен – это физика. Ну и оставшиеся три – это фундаментальная информатика, информационные технологии, прикладная информатика, информационные системы и технологии. Третий экзамен – это инфокоммуникационные технологии. соответственно выбор может зависеть от того какой экзамен вы выбрали ну и собственно от того как хорошо как успешно вы сдали информатику физику если же говорить с точки зрения своего предпочтения вот кем бы мне хотелось стать но вообще я должен сказать что все направления готовят специалистов в области информационных технологий компьютерных наук и отличие заключается в первую очередь в вариативных дисциплинах и в такой смещенные пропорции между математическими и компьютерными дисциплинами если вам в большей степени привлекательна математика возможность анализировать возможность использовать математические методы и модели то безусловно выбор должен быть в пользу прикладной математики и прикладной математики информатики в любом случае это не в чистом виде математика это не аналитическая математика это математические основы которые позволяют их использовать при решении задач с помощью средств вычислительной техники если же больше предрасположенность к обработке информации к построению программных решений к разработке информационных систем то это направление направлено или связанные с девятой группой прикладная информатика прикладная информационной системы и технологии ну и собственно фундаментальная информатика и информационные технологии если мы говорим про склонность к противодействию злоумышленникам к применению своих знаний во благо цивилизации по сохранению устойчивого развития информационного общества то здесь конечно же основной путь это направление информационной безопасности и здесь я должен сразу одну ремарку ставить что в казанском федеральном университете направление информационной безопасности реализуется в двух институтах это в институте физики и в институте вычислительной математики информационных технологий так вот принципиальное отличие заключается в том что в институте физики в первую очередь при обучении упор делается на аппаратные средства защиты информации и информационной безопасности. В Институте вычислительной математики и информационных технологий основной фокус делается на математических метрах и программных решениях, программных средствах противодействия злоумышленникам и обеспечения информационной безопасности. Есть у нас вопрос по поводу практики, с какими крупными компаниями сотрудничает КФУ и в частности институт? Куда есть возможность потом отправиться на стажировку и вообще есть ли такая возможность? Институт вычислительной математики имеет партнерские отношения со всеми ведущими крупными IT-компаниями Казани и Республики. Кроме того, у нас есть партнерские отношения и с глобальными компаниями, которые сложно позиционировать как региональные или общероссийские. Это компания мирового рынка. Кроме того, здесь я бы отметил, что не только IT-компании, но и очень многие крупные компании экономики заинтересованы в выпускниках Института вычислительной математики и информационных технологий, потому что вопрос цифровизации, цифровой трансформации уже несколько десятилетий является определенным вызовом, приоритетом в организации бизнес-процессов таких структур. И в этом смысле любая компания заинтересована в получении специалиста в области прикладной математики, информационных технологий и компьютерных наук для решения своих собственных насущных задач. То, что касается практик, да, с прошлого года мы несколько переориентировали учебный процесс и практики вывели в самостоятельную летнюю активность, когда наши студенты могут с одной стороны предложить собственное место прохождения практики, с другой стороны могут откликнуться на заявки наших партнеров. Ну и третья составляющая это принять участие в решении задач крупнейшего бюджетного учреждения Республики Татарстан Казанского федерального университета. На этом я хотел бы отдельно остановиться, поскольку Казанский университет является не просто вторым старейшим университетом нашей стране, крупнейшим бюджетным учреждением Республики Татарстан, но и одним из крупнейших работодателей. И все процессы, которые сейчас реализуются в Казанском университете, во многом определяются цифровой трансформацией и необходимостью внедрения и использования цифровых технологий практически во всех сферах деятельности. В этом смысле большая часть студентов института на ранних курсах проходит летнюю практику в стенах университета, выполняя задачи, решая задачи по заявкам, под заказы структурных подразделений Казанского университета. Ну а на старших курсах там уже появляется возможность в том числе проявить себя в практике в ведущих промышленных компаниях. Есть у нас еще такой вопрос. Заканчиваю 11 класс в Казахстане. Собираюсь по окончанию переезжать в Казань и поступать к вам на прикладную информатику. Как будет проходить преступление в связи с текущими обстоятельствами? Ну и вообще поступает очень много вопросов от иностранцев, поэтому будет классно, если дадите инструкцию. Ну самое главное это уверенность, что да, я выбрал, куда я хочу поступать. Я знаю, что мой выбор правильный, поскольку прикладная информатика то направление, которое реализуется в сильнейшем институте, в институте учрительной математики и информационных технологий, который обеспечивает подготовку в этом направлении. Как организован процесс? Ну в связи с всем известным обстоятельствам, в этом году вступительная приемная кампания в Казанском университете будет проходить, как и во многих вузах нашей страны, преимущественно в дистанционном режиме. Для этого уже сейчас разворачиваются вычислительные и серверные мощности, ведется бета-тестирование информационной системы, которая обеспечит устойчивую работу и возможность подачи документов. Поэтому вся основная работа будет организована через информационную систему университета. Что хочется предложить, это заранее познакомиться с ней, зарегистрироваться в системе, буду студентом Казанского федерального университета, для того, чтобы оттуда, непосредственно из приемной комиссии Казанского федерального университета, получать оперативно информацию о сроках, времени, регламенте проведения соответствующих испытаний. Второй момент, на котором хотелось бы остановиться, это, собственно, подготовка к этим вступительным испытаниям. Но понятно, что у любого человека есть цель и, собственно, высшее образование, тем более высшее образование в одном из лучших университетов мира, это хороший трамплин для последующего карьерного роста и успеха в жизни. Поэтому к подобной цели, безусловно, надо стремиться. И если вдруг возникает сложность с поступлением на бюджетные места, всегда нужно видеть и понимать, что существуют альтернативные варианты, и Казанский федеральный университет предоставляет уникальную возможность получить образование не только на бюджетных местах, но и по договору, то есть на контрактной основе. А раз заговорили уже о бюджетных местах, есть ли таковые на информационную безопасность, и если есть, то проходные баллы по прошлому году, плюс-минус? То, что касается первой части. Вот все семь направлений, которые реализует Институт вычислительной математики и информационных технологий, имеют бюджетные места. Поэтому возможность поступить на бюджет есть практически у каждого соискателя. Кроме того, по всем семи направлениям предоставляется возможность поступления на контракт, как вариант Б. То, что касается средних баллов. Вот здесь я, ребят, настоятельно не рекомендую на этом зацикливаться. По одной простой причине, что средний балл ЕГЭ, он меняется от года к году. Соответственно, средний балл во многом зависит от уровня задач и от успешности решения этих задач выпускниками конкретного года. На что нужно настраиваться, это хорошо подготовиться к сдаче экзаменов, единого госэкзамена, быть спокойным, уверенным и максимально продемонстрировать все свои знания, полученные в средней школе. Второй момент. Ну, уже этими баллами воспользоваться при поступлении, и там, в личных кабинетах, когда вы подадите свои документы, вы сможете отслеживать ситуацию. Какой максимальный балл, какой средний балл, какой минимальный балл. Ну и самое главное, как эти баллы будут распределены между бюджетными местами. Кроме того, это, ну, абсолютная лотерея. Никто не знает, кто будет претендовать на бюджетные места. Возможно, в этом году победители олимпиад и обладатели 300 баллов по ЕГЭ подадут свои документы. Понятно, что их шансы будут намного выше, чем шансы тех ребят, которые получили не максимальный балл. А возможно, что будут поданы документы теми ребятами, у которых не самые высокие баллы. И в этом случае вы со своими можете оказаться на первом месте, ну, либо в верхней части этой турнирной таблицы. И у нас есть еще один вопрос про информационную безопасность. А правда ли, что там учат, как бороться с хакерами? Ну, вопрос очень интересный. Вообще, я бы сказал так, в термине хакер нет ничего плохого. В том плане, что вообще хакер, если дословно перевести, это взломщик. То есть это человек, который взламывает систему, взламывает некий черный ящик, и в этом смысле, как и любого другого человека, мы, или деятельность любого человека, мы можем разделить хакеров на темных и светлых. Темный – это тот, кто свои знания использует, ну, по сути, со злым умыслом и является законно непослушным гражданином. С ними бороться, ну, вообще все государство с преступностью борется, и в этом смысле, наверное, да, не только студент, который обучается на направлении информационной безопасности, но и любой студент Казанского федерального университета борется с нарушениями и с преступностью. А вот то, что касается светлых хакеров, то, по сути, это специалисты, которые очень востребованы на рынке труда, поскольку это специалисты, которые взламывают системы с точки зрения поиска в них уязвимостей, тонких мест, потенциальных угроз. И говорить, что мы готовим борцов с хакером, неправильно. То есть мы готовим специалистов, которые сами являются, по сути дела, хакерами, то есть специалистами, владеющими технологиями для комплексного исследования проблем уязвимостей с точки зрения информационной безопасности и защиты информации в информационных системах. А, собственно говоря, где проходят практику программисты, и есть ли у них международные стажировки? Касательно практик, практика наших студентов, мне не нравится термин программист. Вот здесь я, наверное, немножко крамольную вещь скажу, но мы не готовим программистов. Программирование в настоящее время это ремесло, владение которым, по сути дела, ориентировано на подготовительные курсы, но в крайнем случае на среднее профессиональное образование. В университете не готовят программистов, ну, по крайней мере, в уважающих себя институтах не готовят программистов. Но готовят разработчиков, архитекторов, аналитиков, то есть специалистов верхнего уровня, которые занимаются разработкой программных систем профессионально, которые являются постановщиками задач, которые обеспечивают управление группой разработчиков. И в этом смысле, по всем направлениям, которые реализуются в Институте вычислительной математики и информационных технологий, ребята приобретают навыки программирования, но при этом являются, по сути дела, специалистами более верхнего уровня. Свою практику они проходят в IT-компаниях и в компаниях-партнерах, которые используют эти навыки при решении своих насущных задач. У нас есть еще два вопроса, которые касаются гуманитарного образования. Начнем, наверное, с того, с которым будет разобраться проще. Можно ли к вам прийти в магистратуру после гуманитарного направления в бакалавриате? Ну, вообще, ответ на этот вопрос скроется в федеральном законе об образовании, который гласит, что поступление в магистратуру любого вуза нашей страны возможен через вступительные испытания и наличие первого образования, первичного образования. То есть наличие диплома бакалавра либо специалиста уже открывает возможность поступления в магистратуру. Но для того, чтобы поступить, нужно пройти вступительные испытания. То есть показать минимальный уровень знаний, достаточный для освоения магистрской программы. И второй вопрос. Он касается уже среднего образования. Если оно вдруг не профильное и гуманитарное, есть ли возможность поступить на бакалавриат по вступительным испытаниям, то есть без ЕГЭ? Для выпускника школы такой возможности нет. Для выпускников средних профессиональных образовательных учреждений такая возможность существует. И без ЕГЭ на основе вступительных испытаний они действительно могут поступить в университет. А опять вернемся к немножечко таким риторическим вопросам. Где, собственно говоря, работают специалисты математики после учебы? Вот куда им открыты все двери? Ну вот здесь я бы немножко переформулировал вопрос. Где работают прикладные математики, математики, владеющие вычислительными технологиями? Ну, ответ кроется, собственно, в паспорте этих направлений. То есть на тех предприятиях, которые решают задачи, высокотехнологичные задачи, требующие знаний в области прикладной математики, которые используют аппарат численного моделирования, которые описывают свои процессы, ну, либо процессы своих заказчиков в виде математических моделей и разрабатывают математические методы для эффективного решения таких задач. Ну, если о конкретике, то, скажем, одним из наших традиционных стабильных работодателей для выпускников направления прикладная математика и прикладная математика-информатика является компанией нефтегазового сектора, поскольку у многих складывается впечатление, что добыча нефти – это некая скважина, это бур, это нефть или газ, которые там сочатся, брызгают из скважины. Но, по сути дела, это одно из самых высокотехнологичных направлений промышленности, которые требуют построения цифровых моделей месторождений, которые требуют потребности чуть ли не в режиме реального времени обеспечивать моделирование и предсказание процессов, обеспечивание управления процессами нефтедобычи, газодобычи, управления огромными сетями транспортировки углеводородов. Это только кажется, что труба, но, по сути, это очень сложный технический комплекс с множеством резервуаров, условно, линий передачи сырья, задвижки, ну и так далее, и так далее. Все то, что без серьезного математического аппарата в настоящее время эксплуатироваться не может. Кроме того, практически все предприятия машиностроительного комплекса потребляют специалистов предприятия химической промышленности, нефтепереработки углеводородов и в целом нефтехимия, поскольку многие процессы требуют моделирования. И в этом смысле специалисты, владеющие математическим аппаратом, востребованы для, по сути, организации работы подобных предприятий. Ну и традиционно в финале у нас есть такой небольшой блок от иностранных граждан. Что будет с иностранными гражданами, которые поступят, если границы останутся вдруг закрытыми до начала учебного года? И, собственно говоря, когда он начнется? Ну, как будут развиваться события, по сути, никто, кроме Всевышнего, не знает. Поэтому мы настраиваемся на некий оптимистичный вариант. Соответственно, мы предполагаем, что учебный процесс начнется 1 сентября, в день знаний, и мы встретимся с нашими студентами в аудиториях. Ну и, собственно, начнется процесс увлекательного путешествия в мир знаний. Но мы все реалисты и понимаем, что ситуация может развиваться неблагоприятным образом, и, возможно, действительно еще не откроются границы. Так вот, Казанский федеральный университет в целом и Институт вычислительной математики и информационных технологий уже сейчас готов к организации учебного процесса с первого семестра учебного года в дистанционном режиме. Эти технологии были отработаны в текущем семестре, когда учебный процесс был переведен на дистанционный режим. Были освоены платформы, была выбрана очень интересная и эффективная, по мнению и студентов, и преподавателей, платформа, позволяющая организовывать интерактивное обучение. Не просто передачу, пересылку материалов от преподавателя студенту и обратно, а именно площадку для взаимодействия, для обсуждений, для получения знаний непосредственно от первичного источника, относителя этих знаний, от преподавателя. Поэтому учебный процесс, по сути, не искажается, он реализуется в полной мере. Все запланированные компетенции, весь объем реализуемых дисциплин обеспечивается в полной мере. Ну и, собственно, на текущий момент можно констатировать, что все иностранные студенты, которые поступят на первый курс университета и института вычлительной математики и информационных технологий, будут вовлечены в учебный процесс посредством инфокоммуникационных технологий. Ну, я думаю, что финальный вопрос на сегодня все-таки про дистанционную подачу документов еще раз, потому что это тот вопрос, который задают, задают и будут задавать, собственно говоря, как обстоят с ней дела, как это все работает. Дистанционная подача документов будет осуществляться через информационную систему Казанского федерального университета. Уже сейчас абитуриенты могут познакомиться с описаниями процесса, с описанием регламента. Для этого необходимо перейти на страницу приемной комиссии Казанского федерального университета. Кроме того, все вопросы, которые у вас могут возникать по ходу приемной кампании, вы можете задавать в директорат Института вычлительной математики и информационных технологий. Можете задавать напрямую мне или Ольге Владиславне Панкратовой, заместителю по образовательной деятельности. И в каждом конкретном случае, если будут возникать затруднения, мы будем помогать с этими проблемами справиться. Большое спасибо за столь развернутый ответ и, в принципе, за столь развернутые ответы. А я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайв с Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, где на вопросы абитуриентов отвечали директор Института вычислительной математики и информационных технологий Сергей Геннадьевич Мосин, а также заместитель директора по образовательной работе Ольга Владиславна Панкратова. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok